Пол Долан. Счастье по расчету. Часть первая. Из чего состоит счастье? Как правило, после вопроса «что такое счастье?» следует простой и незамысловатый ответ. Счастье – это жизнь, полное удовольствие. С какой-то стороны можно сказать, что такая позиция верна. Но на самом же деле эта точка зрения охватывает лишь малую часть ответа на вопрос о том, что такое счастье. Так, например, во многом наше счастье зависит от смысла действий, которые мы делаем каждый день. Удовольствие и смысл в идеале должны составлять по 50% от общего коктейля чувств, что мы испытываем во время наших действий. Если в смеси начинает преобладать удовольствие, мы считаем наше занятие бессмысленным, но очень веселым, что лишает нас счастья в полной мере. Если же в деле ведущую роль занимает смысл, то эффект получается тот же самый. Просмотр кинокомедии и 8 часов работы за большую зарплату. Что объединяет этих два действия? Правильно, два этих действия не несут счастья в полной мере, так как в первом преобладает удовольствие над смыслом, а во втором – смысл над удовольствием. Еще один параметр, от изменения которого зависит наше счастье – это величина отрезка времени, за который мы испытываем ощущение счастья. Иными словами, в ощущении счастья играет роль длительность переживания. Счастье – это куда более сложная вещь, чем принято считать. Одними удовольствиями и достатком тут дело не обойдется. С другой же стороны, тот факт, что мы вообще знаем об этих сложностях – это очень выгодный факт. Ведь выходит, что мы можем управлять своим счастьем, изменяя количество смысла своих действий или того удовольствия, которое мы от них получаем. Если нас не устраивает наша работа, потому что на ней мы с завидной регулярностью испытываем негативные эмоции, мы можем сменить ее даже несмотря на то, что нам на ней хорошо платят. Сменив работу, пусть и на менее прибыльную, мы станем счастливее, ведь негативные эмоции покинут нашу жизнь. Таким образом, выходит, что единственный творец своего счастья – это вы сами. Часть 2. Какие дела делают вас счастливыми? В 2006 году автор книги совместно со своим коллегой Мэттом Уайтом провел эксперимент в Германии, в котором приняло участие 625 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Целью эксперимента было выявить, какие повседневные дела приносили людям больше всего счастья и от чего зависела их оценка той или иной ситуации. В процессе эксперимента участники использовали методику реконструкции дня, созданную знаменитым психологом Даниэлем Канеманом. Во время ее использования участники разбивали свои воспоминания о прошедшем дне на блоки в зависимости от того, чем они занимались. Подъем с утра, сборы на работу или учебу, дорога до места деятельности, обед, дорога домой и так далее – все это были отдельные блоки занятий. Затем участники должны были поставить каждой из частей своего дня оценку по шкале от 0 – очень плохо, до 6 – очень хорошо. Оценки выставлялись за удовольствие от процесса и за осмысленность действия в отдельности. Также их попросили уточнить, были ли рядом с ними в моменты совершения тех или иных действий люди. Исследования показали, что больше всего удовольствия участники исследования получали от просмотра телевизора, который занимал в среднем 2,5 часа в день. Однако такое времяпрепровождение было оценено ими как наименее осмысленное. Более всего оказались наполнены смыслом волонтерства – всего лишь 10 минут в день – и работа, хотя последнее приносило минимум удовольствия. Приблизительно 60% участников исследования сумели найти в своей жизни необходимый баланс удовольствия и осмысленности. Примерно 10% оказались машинами удовольствия, то есть получали больше удовольствия, чем смысла. И примерно 30% – двигателями смысла, для которых осмысленность дела оказалась важнее житейских радостей. Подобное исследование было проведено не только в Германии, но и в США. Этот проект получил название «Американский опрос об использовании времени» – АТУС – и продолжался более 10 лет. В 2010 году в нем приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 15 до 85 лет. Их тоже просили оценить каждое свое действие с точки зрения удовольствия и осмысленности по шкале от нуля до шести. Как и немцы, американцы получали максимум удовольствия от просмотра телевизора, а к наиболее осмысленным занятиям относили работу и волонтерство. Помимо того, выяснилось, что в большинстве случаев и удовольствие, и осмысленность усиливались присутствием других людей. Часть 3. Источники счастья Вокруг нас происходит очень много всего. Источники событий, информации, какой-то социальной активности – всего этого очень много, и все это одновременно хочет заполучить наше внимание. Порой нам очень сложно отследить в этой какафонии свои источники счастья, так как мы просто не видим их из-за всего остального. Основной закон счастливой жизни – уделяй время только тому, что приносит тебе счастье. И это правило, каким бы банальным оно ни было, работает лучше всего. Нужно найти источник своего счастья и держаться за него из последних сил. Лучший способ удержать свой источник счастья – это научиться правильно и хорошо фокусировать свое внимание. Без должного фокуса наш источник снова отойдет на второй план, потерявшись среди того, что нам не нужно. Но даже натренировав фокус, мы обязательно столкнемся с тем, что будем желать его разрушить. И наша задача – знать наперед о том, что будет нас поджидать на пути к своему счастью. Первая преграда – это наши ошибочные желания. Например, сюда можно отнести мнение о том, что достижение какой-то конкретной цели сделает человека счастливым. Во имя своей мечты человек жертвует очень многим, избегая социальных контактов, желая не тратить время попусту. Как итог, он не получает счастье, которое мог бы получить сиюминутно, откладывает его в попытках заполучить нечто большее. Однако, сделав такие большие ставки, зачастую мы не приходим к счастливому исходу, а напротив, разочаровываемся в том, чего так страстно хотели. Поэтому, расставляя приоритеты и делая ставку, нужно ясно осознавать все риски и выгоды, которые на самом деле скрываются за достижением поставленной цели. Желание, как выражается автор книги «Сами по себе» – это еще один представитель ошибочных желаний, которые так или иначе, но сбивают нас с фокусировки на источниках счастья. Желание «Сами по себе» – это возможность приобретать больше, чем мы можем себе позволить, и даже больше, чем хотим на самом деле. Считается, что это очень важно для счастья. Поэтому большинство людей так много внимания уделяют увеличению дохода. Однако, если человек и так счастлив, у него нет никакой необходимости повышать свой доход. Вторая преграда – это наши ошибочные прогнозы. Ошибочные прогнозы – это ожидание того, что ситуация, действие, человек или какое-то достижение сделает вас счастливым. Очень часто такие прогнозы ошибочны либо полностью, либо частично, так как наш мозг – большой любитель преувеличивать или преуменьшать все, что только можно. Причем ошибаться в прогнозах мы можем не только относительно фактов и событий, но и относительно своих ощущений. Например, можно быть уверенным, что предстоящая вечеринка обязательно будет веселой, а она оказывается смертельно скучной. Избирательность нашей памяти приводит к тому, что мы запоминаем высший момент удовольствия или боли, либо заключительный момент удовольствия или боли. А это значительно влияет на наши прогнозы. Также очень часто ошибочными прогнозами являются прогнозы, которые касаются времени и количества сил, что нужно потратить на совершение какого-то действия. Отличным примером ошибочных прогнозов являются завышенные ожидания или предварительное ожидание какой-то конкретной реакции от определенного человека. Убрав эти ошибки из своей жизни, вы сможете избежать или решить множество проблем. Третья преграда – это ошибочные убеждения. Плен самообмана – это такая же распространенная проблема в нашем мире, как мигрень или респираторные заболевания. Мы склонны переоценивать себя, возвышая свои чувства юмора, красоту или ум. Или же мы очень часто унижаем себя самих, преуменьшая то, что на самом деле является по-настоящему чем-то выдающимся. Самообман в том или ином проявлении очень опасен, так как может привести к казусным ситуациям. В то же время такой самообман помогает оставаться нам счастливыми, поэтому мы не можем быстро от него отвязаться. Во время разрушения эта иллюзия вызывает резкую боль от осознания своих минусов. Помочь в этой ситуации может только любовь и забота, проявленная в отношении себя. Принятие самого себя – это самое важное, что вы можете сделать для того, чтобы помочь вашему счастью вырасти. Часть четвертая. Тренируйте внимание. Как утверждает автор книги, вообще очень многое зависит от того, на что мы обращаем внимание. А фактически все зависит от того, на что мы обращаем внимание. Внимание, как и любое другое человеческое качество, очень легко поддается развитию. Следующий уровень внимания – это, как правило, просто признак того, что вы устали заниматься деятельностью с перевесом в сторону какого-то из двух компонентов счастья. А это значит, что нужно восполнить дефицит. Если вы занимались чем-то, что несет в себе очень большой смысл, но мало удовольствия, пришла пора побаловать себя обратным действием и заняться тем делом, которое зарядит вас энергией и развлечет вас. Также значительно повышают уровень счастья перерывы в занятиях, даже тех самых, которые приносят исключительно одно удовольствие. Так, собрав две группы людей для просмотра телепередач, ученые выяснили, что та группа, которой не показывали рекламу, получила меньше удовольствия, чем та группа, которой давали перерывы в этой деятельности. Перерывы помогут также и в работе. Перерыв разгрузит вашу голову и увеличит коэффициент вашей мотивации. Особенно хорошо этот эффект будет проявлять себя в том случае, если вы четко знаете, когда будет следующий перерыв и сколько именно вам нужно будет до него поработать. Наиболее эффективная методика – это методика 25 на 5, которая подразумевает, что вы будете бесперебойно работать 25 минут подряд, а затем 5 минут только отдыхать, после чего снова 25 минут работать и так по кругу. Суть в том, что мозг не успевает перегореть от постоянного бесперебойного потока информации из области работы или учебы, что позволяет дольше держать его в работоспособном состоянии. Эти 5 минут, которые вы выделяете на отдых, действуют как охладитель. Попробуйте этот метод самостоятельно и вы заметите положительный эффект. Также постарайтесь избавиться от факторов, которые будут отвлекать ваше внимание. Навязчивые мысли, извещения в социальных сетях, звонки, разговоры и все остальное, что может отвлечь вас – этого не должно существовать в момент, когда вы сконцентрированы на источнике своего счастья. Позвольте себе насладиться процессом того, что вы делаете. Не отвлекайтесь. Обязательно помните, что любые попытки выполнять одновременно сразу несколько задач, равно как и постоянное переключение между задачами, отнимают и время, и энергию. Слишком часто переключаясь, вы теряете возможность сосредоточиться на том, что вас по-настоящему радует. А выполняя одну задачу в каждый момент времени, вы добьетесь лучших результатов и будете больше удовлетворены собой. Часть пятая. Прокрастинация высасывает из вас ваше счастье. Если вдруг вы заядлый прокрастинатор, то эту проблему надо срочно решать, так как ваша прокрастинация напрямую влияет на то, счастливы вы или нет. Корни прокрастинации лежат в ошибочных убеждениях, созданных вами или накрученными извне. А отличной подпиткой вашей прокрастинации являются ошибочные прогнозы. Очень многие люди полагают, что они работают в несколько раз лучше, когда для выполнения задания осталось очень много времени. Они на самом деле думают, что их мозг работает быстрее и лучше в подобных условиях, и этими мыслями они основательно подпитывают свою прокрастинацию. Исследование, проведенное в Англии, в котором поучаствовали более 4000 студентов, показало обратные результаты. Люди, что страдали от прокрастинации, были менее успешны в отношении своих сверстников, которые занимались спокойно и качественно в обычном режиме. В данном случае схема мышления прокрастинаторов являлась по своей сути исключительно ошибочным убеждением и не имела никакого отношения к действительности. Ошибочные прогнозы же являются буквальным продолжением почти всех идей ошибочных убеждений. Так, например, почти все люди-прокрастинаторы очень сильно ошибаются в том, сколько на самом деле времени им понадобится на выполнение какой-либо задачи. Зачастую они либо переоценивают себя, либо недооценивают. Такие ошибки создают постоянное откладывание на потом, которое выливается в целую болезнь – прокрастинацию. Но, к счастью, у автора книги есть пара советов о том, как победить этот недуг. Для начала просто признайтесь себе в том, что вы прокрастинатор. Признавшись, простите себе упущенные возможности и простите себя за саму привычку к прокрастинации. Негативные мысли только усугубят данное состояние, а извинения и признания полностью лишат вас какого-либо самобичевания за упущенное время. Затем, вместо того, чтобы говорить себе «я сделаю это потом потому что», используйте формулировку «я хочу сделать это потому что» и садитесь делать задуманное незамедлительно, буквально произнося эти слова. Прокрастинаторам очень часто не хватает позитивной мотивации и желания получить то, к чему они идут. Ваша задача – вожелать финальную награду, попутно искоренив себе привычку постоянно искать себе оправдания. Заставляете себя делать что-то вовремя – получаете заслуженную награду. Именно такую цепь ассоциаций мы создаем, когда начинаем действовать подобным образом. Счастье – это сложная конструкция, которая зависит от множества переменных. Но поняв то, как и почему именно работают эти переменные, мы сможем понять, как именно мы можем прожить свою жизнь полноценно и счастливо, делая каждый день только те вещи, которые приносят нам удовольствие и смысл жизни единовременно.